Мы поговорим с Сергеем Бульбой, белорусским общественным деятелем и организатором Белого Легиона. Сергей, здравствуйте. Приветствуем вас, Сергей. Около трех часов Лукашенко говорил с Си Цзиньпинем. Не говорили о чем, говорил, простите за эту автологию, но клялся в вечной дружбе, подчеркивал 30-летнее сотрудничество и что они не свернут с этого пути, цитата, ни вправо, ни влево. По-вашему, какая основная цель этого визита в Китай Лукашенко? Смотрите, Лукашенко всегда хвалился тем, что у нас с Китаем стратегическое партнерство, что мы тут друзья навеки. А реально мы Китаю были интересны, и Белоруссия, я имею в виду, вследствие своего расположения географического. Поэтому мы Китаю интересны как транспортный хаб и как сборочный цех. Вот свободная экономическая зона Великий Камень, который поставлен от Белоруссии, она как раз и была рассчитана на то, что китайцы будут ставить свое производство, и потом, пользуясь минимальным логистическим плечом к Евросоюзу, будут поставлять свою продукцию, соответственно, в ЕС. Но события 2020 года и особенно позже соучастия в оккупации против Украины привели к санкциям. Собственно, это Китаю очень не симпатично, потому что Китай вложил достаточно большие денежки. Поэтому, в общем-то, весной этого года, когда Лукашенко имел официальный визит в Китай, повторюсь, официальный, потому что тогда его, по крайней мере, внесли в план, сегодняшняя встреча, она, в общем-то, для кого-то может показаться спонтанной, потому что она не внесена нигде в план, она абсолютно не освещалась ни на сайтах китайского МЗС, либо правительства. То есть такое чувство, что кто-то пролоббировал встречу Лукашенко с Си Цзиньпинем и с тех, кто присутствовал на встрече климатологов в Дубае, в Арабских Эмиратах. Напомню, что после саммита УДКБ Лукашенко рассчитывал, что сможет из Путина выдавить очередную порцию денег. Они уже даже придумали, в общем-то, замечательный повод, типа, та атомная станция, которую вы построили за свои деньги, вы нам еще за это должны, потому что вы там что-то по графику не соблюдали, где-то вываливались из графика. Естественно, у того Путина, который приехал, не было никакого желания обсуждать эту тему, так что, в общем-то, встреча у них, по сути, была скомкана, не уделил тот Путин, который приехал, внимания нужного для Лукашенко. После этого Лукашенко засуетился. Смотрите, Арабский Эмират, это, в принципе, у него там кубышечка, где он хранит свои деньги. Украденные у белорусского народа, он хранит именно там. То есть он летит туда, на эту конференцию, в надежде встретиться с кем-нибудь из руководителей стран влиятельных. Он понимал, что там не будет Путина, что там не будет Хи Цзиньпиня, но видим, что кто-то пролоббировал. Вопросы, которые обсуждались, напомню, встреча, которая произошла весной этого года между Лукашенко и Хи Цзиньпинем. Китайцы несколько раз переспросили, вы уже решили вопрос со своим народом? То есть на языке дипломатии это означало, что китайцы внимательно отслеживают, что происходит, как, и, в принципе, стараются упредить события. Но дальше, смотрите, дальше Лукашенко, прилетая из Китая, где, в принципе, ему в том числе поручено было быть посредником между Украиной и Россией, в тот же момент китайцы предлагали свои мирные инициативы, свой вариант урегулирования. Лукашенко как-то отнесся слишком самоуверенно. Прилетев из Китая, он позволил себе несколько раз назвать президента Украины гнидой, чем, в общем-то, не сказано, всех удивил. Вот с этими китайскими инициативами он не сумел донести их до Путина. То есть Россия, в общем-то, тоже как-то не восприняла всерьез. То есть миссия Лукашенко как посредника, в общем-то, была полностью провалена. Плюс с созданием миграционного кризиса на границе с Евросоюзом Лукашенко навлек на себя то, что Польша, Литва, Латвия скоординированно заявили, часть переходов пограничных перекрыли и заявили скоординированно о готовности закрыть полностью транспортное сообщение с Белоруссией, если эскалация с белорусской стороны продолжится. Поэтому основное, что сейчас, конечно, Лукашенко пытался донести до Си-Дзиньпини, это то, что в феврале у него выборы. Вот до февраля он якобы будет еще, ну, просит дать ему возможность душить свой народ, ну, чем он и занимается успешно. У нас же, по сути, в Беларуси устроены, в общем-то, травля всех тех, кто голосовал за их другими кандидатами в 2020 году, кроме Лукашенко. То есть он обещает, Лукашенко обещает, что после проведения, того, как он проведет этот единый выборный день, когда выберут депутатов местных советов и депутатов палаты, и депутатов всенародного собрания, что после этого он объявит оттепель. И, как бы, в общем-то, что эта оттепель должна привести к улучшению отношений с Евросоюзом. С Евросоюзом. Ну, и тогда он, в общем-то, автоматически считает, что восстановится полный трафик китайских грузов через белорусскую территорию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова